«Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный». И здесь такое сравнение, да? «Крепка, как смерть, любовь». Я помню, однажды прочитал слова одного митрополита, Антония Блума, который служил в свое время в Лондоне, в одном из православных приходов. Очень интересный христианский служитель, мыслитель. Я вам советую, если вы видите его книги, читаете его книги, там много глубин переживания Господа. И вот Антоний Блум однажды такую вещь написал. Послушайте. «Смерть и любовь неразлучны между собой, поэтому так страшно бывает любить». Смерть и любовь переплелись, потому что полюбить – это значит так себя забыть, чтобы даже не существовать, не вспомнить о себе. Другой так тебе дорог, что мысль о себе мешает. Я, когда читал вот эти слова митрополита, Антония Блума, вспоминал слова апостола Павла. «Я сораспялся со Христом, и уже не я живу, а живет во мне кто? Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот это точно так же уже не я живу. Жить любовью – это не собой жить. Когда люди продолжают жить собой, это просто эгоизм. И очень важно понять, что у нас в нашем языке вот слова «любовь», «любовь». Да, я вот люблю свою жену, я люблю там какой-нибудь салат мимоза, да? Вроде ты все любишь. Но правильно говорят, что на самом деле ты не любишь салат. Ты не любишь, ой, я мясо люблю, я рыбу люблю. Ты не мясо и не рыбу любишь, ты себя любишь. А мясо и рыба нужны тебе, чтобы тебе было хорошо. Любовь настоящая, божественная Агапе отличается. Ты не себя любишь и используешь что-то для себя, да? Ты любишь другого так, что мысль о себе, да, говоря словами митрополита Антония Блума, мысль о себе тебе даже мешает. Любовь, да, мы видим в этом гимне сильное пламя, да? Стрелы ее, стрелы Огдиной, она пламень весьма сильный. Но важно также помнить, каким бы ни был сильным огонь, если его не поддерживать, он погаснет. Необходимо постоянно подбрасывать ветви в костер любви. Поэтому нередко бывает ситуация, когда люди, приходя в церковь, загораются любовью к Богу, жаждой исполнить Божье призвание, со временем остывают. И они вроде бы продолжают там делать что-то, трудиться, но внутри этого огня уже нет. И в таком состоянии была Ефесская церковь, в которой Господь сказал такие слова, что да, ты много трудился, не изнемогал, знаешь, кто апостол, кто лжеапостол, просто молодец, и проповедуешь, и трудишься, и помогаешь. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою. А без любви для Бога все это уже не имеет никакого значения. И он говорил дальше, вспомни, откуда ты не спал с этих вершин любви, и покайся, и твори прежние дела. То есть вернись к делам любви, вернись к отношениям с Богом, чтобы все, что ты делаешь, исходило из твоей близости с Господом. Иначе все, что бы мы ни делали, уже для Бога не имеет никакого значения. Поэтому Бог и сказал, а если не так, да, Ефесской церкви, то сдвину светильник твой. И мы видим, что, что произошло. Если вы были в Турции, ездили на экскурсии, то вы, может быть, были в Ефессе. Точнее, вот в тех останках города, такого огромного города, который когда-то был, но сегодня от этого города ничего не осталось. И от церкви, а по некоторым данным, там церковь достигала чуть ли не половины населения города, там была мощная община. Ни от города, ни от церкви сегодня ничего не осталось. Хотя это была величайшая церковь первого века. Известнейшая церковь. Но без любви все это величие – ничто для нашего Господа. И вот седьмой стих. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Нельзя любить Бога, живя во дворце Соломона. Соломита прозрела. Она поняла, что ее очаровали не стоящие вещи. Все богатство царского дома не стоит простой любви. Потому что без любви нет счастья ни в семье, ни в духовной жизни, нигде. Бог есть любовь. Оставляя любовь, ты его теряешь. Я не верю в озлобленное и агрессивное христианство. Оно по названию христианство, а по сути нет. Потому что суть христианства, сердце христианства – это Господь, Который есть любовь. Любовь.